В те далекие времена самым могущественным городом на земле была Ниневия. В Ниневии правил жестокий царь, и этот царь ненавидел народ Израиля. В Израиле был пророк по имени Иона. «Иди в Ниневию!» – велел ему Бог. «Скажи царю и его народу, что я намереваюсь разрушить их город. Они недобры и непослушны». Иона не хотел идти в Ниневию, поэтому, отдав плату за проезд, он сел на корабль, который отправлялся в далекие края. Корабль отчалил и вышел в море. Корабль плавно скользил по воде, Иона нашел укромное место и улегся спать. Пока он спал, Бог устроил на море шторм. Сначала подул сильный ветер. Затем все выше и выше стали подниматься волны. Волны били о борт корабля и бросали его вверх и вниз. Корабль вот-вот мог разбиться и затонуть. Иона проснулся и увидел шторм. «Бог этим штормам!» – подумал он. «Не дает меня убежать!» И сказал Иона людям на корабле. «Бросьте меня в море и буя остановите!» Те бросили его в море. Ветер утих, волны улеглись и люди, оставшиеся на корабле, были спасены. А Иона начал тонуть. Он уходил под воду все глубже и глубже. И как раз в это время мимо проплывала огромная рыба. Она была настолько велика, что проглотила Иону живьем. В желудке у рыбы Иона, не переставая, молился. Он молился три дня и три ночи. Все это время рыба плыла в сторону берега. На третий день она выплюнула Иону на сушу. Когда Иона очистился от грязи, Бог снова сказал ему. «Иди в Неневию!» На этот раз Иона повиновался. Он отправился в Неневию и предупредил жителей, что Бог намеревается разрушить их город. Люди прислушались к Ионе. Прислушался даже царь. Все они согласились с тем, что жили нечестиво. Они пообещали, что станут лучше и попросили Бога простить их. Бог был доволен тем, что жители Неневии захотели стать добродетельными. Он простил их и сказал. «Теперь я не причиню вашему городу вреда!» Но это решение огорчило Иону. Он не любил Неневию и не любил ее жителей. Он хотел, чтобы Бог их уничтожил. Бог побронил Иону. «Ты огорчен тем, что я добр?» «В этом городе много маленьких детей и животных. Неужели ты думаешь, что я буду доволен, видя, что они страдают?» Так Иону узнал о том, что Бог милосерден и что Он всегда стремится не уничтожать, а прощать. Субтитры создавал DimaTorzok